Всем привет! С вами Оксана Майкова, автор и ведущая консультационного портала «Твой дом в Испании», руководитель школы, сам себе риэлтор школы, профессионального покупателя. Мы помогаем инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. То есть, если вы хотите действительно зарабатывать на недвижимости, если вы считаете это вашим хлебом, то есть, вы попали туда, вы смотрите то, что вам нужно. Сегодня у нас тема интервью с Алексеем. Алексей. Алексей приобрел недвижимость в Испании год назад. И, то есть, Алексей, я слышала, что у вас есть удостоверение риэлтора. Это правда? Да, правда. Ну-ка, расскажите об этом чуть-чуть. Просто очень интересно. В свое время в России я решил попробовать себя в профессии риэлтора. Для этого пошел... У нас в Екатеринбурге есть Уральская палата недвижимости. Которая проводит курсы и выдает сертификат риэлтора. И все агентства, которые аккредитованы в этой Уральской палате недвижимости, они обязаны, все риэлторы обязаны проходить обучение на этих курсах. Ну, соответственно, я имел опыт работы риэлтором некоторое время в одном из агентств. Ну и, соответственно, имею сертификат риэлтора. Отлично. Смотрите, вот так неожиданно встречаешь коллегу. То есть я выходила на интервью с Алексеем как с человеком, который прошел путь покупки зарубежной недвижимости. Это не так просто. То есть это чужая страна, чужой язык, то есть чужая культура. Я думаю, она отличается от того, чему вы учились на курсах. Или не отличается? Нет, конечно, законы они разные. Всевозможные технические моменты и алгоритмы, конечно, они тоже иные. Здесь это другая страна, естественно. Но в любом случае риэлтор – это человек, который должен надежно вести эту сделку к тем результатам, которые просит заказчик. Окей, хорошо. Тогда так, коллега. Тогда так. То есть у нас школа профессионального покупателя. Покупателя, не продавца, а профессионального покупателя, но называемый сам себе риэлтор. И в последнее время школа существует год, ну меньше года, в 15-м году мы ее в январе официально открыли. До этого был консультационный портал для покупателей как раз. И сейчас пошла волна. То есть люди стали обращаться, молодые риэлторы стали обращаться. Очень много людей из Испании, людей из Европы, которые хотели бы презентовать, представлять испанскую недвижимость. Вот давай так, сейчас вот вы не риэлтор, а тот человек, который прошел этот путь, как клиент. Вот с двух сторон вам было бы еще интереснее, кстати, оценить ситуацию. Каким должен быть риэлтор-консультант? Риэлтор-консультант, конечно, он должен безукоризненно знать все подводные течения, камни и все мертвые точки, которые необходимо пройти, и чтобы сделка состоялась. То есть весь пакет документов, весь алгоритм полностью, все это должно быть у риэлтора отработано. И я как покупатель, с одной стороны, не должен об этом даже задумываться и думать на эту тему. Я должен, с одной стороны, полностью ему доверять. Но так как доверять в этой жизни мало кому можно, то я воспользовался услугами этой школы. То есть, ребят, смотрите, Леша, смотрите, о чем я хотела поговорить, это на самом деле серьезный вопрос. То есть вот этот вот штамп, я это так называю на актерском языке, вот есть штампы, да, нас так учили, что мы должны доверять продавцу. Все это идет из экономики еще наших советских времен. На самом деле продавец и покупатель – это два разных игрока, абсолютно разных. И у нас разные цели. То есть у риэлтора заработать, а заработать можно каким образом? То есть не предугадав мысли клиента, а продав дороже. Единственный способ заработать много – это продать дороже клиенту. То есть ты должен дороже заплатить, чтобы я заработала больше. Хорошо. И правильно ли это со стороны покупателя? Вот тебе как? Ну, на вид, конечно, нет. Конечно. Ну, смотри-ка, чувак, коллега. Конечно, нет. Вот. Именно для этого я в свое время, когда я покупал тот объект, о котором мы рассказывали, я проводил очень большой объем подготовительной работы именно самостоятельно для того, чтобы минимизировать вот эти свои расходы на покупку этого объекта. То есть, ребят, смотрите, с одной стороны мы сейчас готовим третий курс, усиленно готовим третий курс, на котором будем обучать риэлторов-консультантов. То есть это людей, которые могут зарабатывать, но защищая полностью 100% интереса клиента. То есть практика школы, практика моя, практика показывает, чем лучше подготовлен человек, чем лучше, чем больше он сделал до того момента, когда он приехал, тем проще с ним общаться. На самом деле у риэлторов очень... Первая проблема – это клиентов, да, то есть в очереди народ тут не стоит у офисов, да, и не занимается ночи по талонам, чтобы попасть на прием к риэлтору. Нет, конечно. То есть первая проблема агентств на сегодняшний момент, тут и кризис сыграл роль и все остальное, то есть много всяких причин. То есть найти человека, найти клиента, найти твоего клиента, а чтобы он стал твоим, он должен тебе поверить. Да. Поэтому нужно делать больше, чем мы делаем сегодня. Но мне бы хотелось говорить о консультантах риэлторов, которые бы представляли не интересы продавца, а интересы покупателя. То есть если риэлтор, вот я обращаюсь к молодым риэлторам, да, и к руководителям агентств, то есть если у вас есть консультант, который будет вести ваших клиентов до вашего офиса, до желания, чтобы человек обратился и пришел к вам, то есть мы должны отдавать больше. То есть мы сейчас должны свою работу перестраивать. То есть перестраивать уже нет того потока, когда можно было, когда скупалось все подряд, когда народ ехал, когда... То есть вот кто хотел, тот уже вложил, как говорится, в свое время и уже 150 раз пожалел. Ну это я в те времена. А сейчас другой клиент, люди умнее, интернет дает больше информации, больше возможностей, поэтому и по-другому мы должны подходить к людям. Ведь правильно? Да, абсолютно верно. Люди вам... И это оценивается. То есть да, ты... Вы знаете, Леш, я как могу сказать, я не встречала ни одного человека, который был бы против заплатить. То есть люди платят за то, что они получают. И это пропорционально. То есть нет людей, которые не... Мы все платим, мы знаем, что да, я заплачу, но я заплачу тому, кому я захочу заплатить. Да, конечно. Это клиентский выбор, правильно? То есть и вот уже как риэлтор, вы меня уже, ну, то есть понимаете, должны как бы понять, потому что мы хотим воспитать плеяду людей, да, не риэлторов, вот в этом смысле слова, что беги, риэлтор, беги подальше и сейчас тебя тут обуют. Нет, то есть мне бы хотелось, чтобы эта профессия не была нарицательной. Ну да, чтобы приносили максимальную пользу именно клиенту. Да, и любой клиент на самом деле, он понимает, что это работа. И в конечном итоге, если вот этот риэлтор, консультант поможет клиенту сэкономить деньги, не отожмет, как вот с меня деньги, как с клиента, да, а поможет мне их сэкономить какими-то путями, там, торгом, там, или еще какими-то возможностями. Соответственно, это... Я готов за это заплатить. Конечно. И тогда мы берем количество. Количеством. Смотрите, количеством людей, которые к нам обращаются. То есть к нам обращается большее число людей. И мы уже берем не объемом комиссионных, да. Может быть, и вам сейчас покажется, что я несу полную чушь. И кто-то из риэлторов сейчас просто поржет над этим роликом. Но я обращаюсь к людям, которые только начинают. Потому что, в общем-то, мы все знаем, что риэлторство – это высокомаржинальный бизнес. Это бизнес, который приносит хорошие деньги. Но почему-то для клиента, когда мы встаем в роль клиента, да, нам вдруг эта профессия становится нарицательной. То есть мы почему-то от риэлторов бежим и как-то вот как-то не особо хотим с ними связываться, если есть такая возможность. Так вот, что мы сейчас с Алексеем, это его инициатива была в том числе, то есть вы первые мне подали эту идею. То есть мы отстраиваем сейчас, мы будем делать в нашей школе профессиональных покупателей, да, школу профессиональных консультантов-риэлторов, да, которые прошли этот путь сами, которые знают, чему можно научить, да, чему можно, что нужно объяснить. То есть я сама прошла этот путь, вы сами прошли этот путь. Поэтому, ребят, смотрите нас, да? Да. То есть риэлтор должен быть каким? Давайте подытожьте. Риэлтор должен помочь мне сэкономить мои деньги. Это, это я хотела от вас услышать. А чтобы захотеть человеку сэкономить его деньги, нужно его любить, нужно понимать свою миссию, нужно понимать, куда ты идешь и зачем ты идешь на эту работу. То есть если вы действительно понимаете, что можно брать качеством, то есть можно брать, то есть очень удобно и хорошо, когда у тебя всегда есть люди, и тебе не нужно за ними бегать, не нужно вкладывать бешеные деньги в те ресурсы, в которых ты ничего не понимаешь. Люди в интернете, в интернете очень много, то есть сейчас все рождаются с этими таблетками, по-моему, дети, вот он еще и игрушку не умеет держать, он уже на кнопки нажимает. То есть мы готовим, опять же, квалифицированных консультантов, интернет-консультантов, интернет-маркетологов, то есть это люди, которые умеют вести бизнес в интернете. Перенесите свои офисы с оффлайна в онлайн, задумайтесь об этом. Это такой же офис, но с большими возможностями. Поэтому я сейчас обращаюсь к руководителям компаний риэлторских, к молодым риэлторам, которые только ищут себя, ищут свое признание. Оставляйте комментарии под этим видео, нажимайте лайки, понравилось, не понравилось, мы всегда рады критике. Проходите консультации, то есть на сайт, переходите на сайт, то есть все это в описании есть, прямо под этим видео. То есть мы всегда рады с вами поработать, и отдельный курс, который мы создаем, он как раз для профессионалов, потому что нас ищут наши клиенты, правда? Да, правда. Ну не хватает, правда, ну не справляюсь, ребят, помогайте уже, кто чем может. Поэтому мы вас ждем, мы надеемся, что вам понравилось, ну мы узнаем это из ваших комментариев. Пока-пока, с вами был Алексей Ягодкин и Оксана Майкова. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео, в описании. С вами была Оксана Майкова, пока-пока, увидимся в следующем видео.